Сегодня у нас выставка одного из наших любимых художников, рассказчиков, интересных рассказчиков Аркадия Насонова. Дело в том, что это большая редкость, когда художник умеет рассказывать о своей жизни, о своих путешествиях, о своих воспоминаниях. Не просто зарисовывать, но еще и рассказывать. А Аркадий умудряется на своих работах располагать тексты, которые читаются на одном дыхании. И ты сразу понимаешь, ты сразу окунаешься в те события, в которых он был и о которых он нам хочет поведать. Сегодняшняя выставка «Голландские заметки» — это то, что он нам хочет рассказать о своих путешествиях и о своих годах жизни на протяжении 8 лет в Голландии. Где у него была мастерская студия, куда он ездил с удовольствием работать, встречаться с друзьями голландскими, наблюдать за жизнью, находиться с ними, дышать одним воздухом и впитывать все те истории, которые они ему рассказывали о своем прошлом и о своей жизни. Здесь представлен чемпион мира по табакокурению, который распуривает трубку и может курить эту порцию на протяжении 4 часов. Здесь представлены личные вещи Аркадия, под которыми он работал. То есть это настенные гобелены, это фигурки. Летающая шляпка, та самая шляпка, которая какое-то время завораживала публику, которой приходила королева Нидерланд. Она страстная любительница шляпок, у нее их, наверное, тысячи были в коллекции. И вот Аркадию удалось одну из моделей приобрести, причем приобрести даже не в Голландии, а в другой стране. Но эта шляпка очень похожа на ту, которая была на голове у королевы Нидерланд в одной из фотосессий. И его друг голландский фотограф подарил ему эти фотографии, фотосессии. И Аркадии удалось, в общем, написать ее портрет. Вот это такая прелюзия к выставке. Аркадий расскажет поподробнее. Вот в детстве, в каких-то начальных классах, я представил себе, какой он будет 2000-й год. Это, по-моему, произошло после не НВП, а тогда не было НВП, был какой-то урок патриотического воспитания. Нам говорили про ядерную войну, возможно, и спектр представлений об этом 2000-м году был разный. От каких-то апокалиптических, костлявая рука дядюшки Сэма, который тянется к ядерной кнопке на чемоданчике, или тени, как голодные духи, которые бродят по зоне, похожей на Сталкировскую, Таркадского. До, впрочем, было, эйфорических было больше. Какие-то напоминающие картину Босха, рай, стеклянные сферы, в которых люди, похожие на хтеандров, живут и прекрасно размножаются. Или роботы, которые стягивают с утра одеяло и выдают коктейль, какой-то светящийся коктейль с достаточным количеством витаминов на день. Вот. И потом так произошло, что 90-е годы, вот эти пресловутые 90-е годы, о которых сейчас так много ломались копии в Фейсбуке по поводу ужасной или прекрасной, и я как-то из этой гущи исчез, то есть переехал из этих 90-х годов. А по опыту общения с эмигрантами я пришел к мысли о том, что люди, уезжающие из какого-то места, они перевозят не только пространство, но и время. То есть по тому, как человек говорит, что он говорит, понятно, из какого времени он уехал. И, в общем, я могу сказать, что я эти 90-е перевез на Запад для себя, и там их как бы оставил. Потом на это впечатление накладывается впечатление, после долгого отсутствия я приехал осенью 2001 года, и я делал такой бампер, то есть я проезжал из Амстердама в Одессу сначала, а потом в Москву. Я приезжаю на Киевский вокзал и вижу, что привычная красная надпись «Москва», она сменилась в такой ярко-синий, то есть все как-то по-сине. Очень много в рекламе льда, белых медведей, пингвинов, шуб, меха, то есть какое-то такое зимное состояние зимы, поближающейся. И, в общем, на 90-е наложилась вот эта вот зима. И я к тому, что вот эти все тектонические сдвиги, я пропустил в месте, где как раз чувствуется безвременье. То есть Голландия – это место, где во многом ничего не менялось с 17 века, ну, по крайней мере, в окружающем пространстве. И вот в этом уютном прозябании я как раз там провел вот этот миллениум. И здесь показаны во многом, здесь осколочные такие впечатления вот о пространстве, в котором я пребывал. Знак Амстердама – три креста, то есть это знак пространства, а 2000-й год – это три ноля. И вот как бы тут вопрос, что побеждает – время или пространство. Это были 90-е годы и время пленочных фотоаппаратов. Я как раз увлекался, ходил, фотографировал, пытался делать двойную экспозицию, снимал то, что мне понравится. И в это время прочитал у Барта есть такая книга «Камера Люцина». И вот он называл такие вещи, которые человека, он не понимает почему, но они затрагивают его пунктом, как нечто, что колет человека. Я вот что-то снимал такое и пытался разделить эти объекты. Я подразделил их на русское эхо и голландский нарцисс. Я назвал разные типы объектов. Русское эхо – это то, что ассоциативно связано с каким-то твоим прошлым эхом, с твоим прошлым опытом. То есть что-то напоминает то, что ты уже видел. А голландский нарцисс – это то, что вот вводит в себя состояние ступора, такого какого-то ментального тупика. Нарцисс – это и вредика, и он не может на нее посмотреть. И вместе с тем, а эхо – это горгона, который тоже он не может посмотреть, чтобы не окаменел и не стал каменным гостем. Выставка, которая требует не просто быстрой пробежки вдоль стен по часовой стрелке или против часовой стрелки, а выставка, где у каждой работы стоит постоять 2-3 минуты, почитать, вникнуть в суть событий и таким образом за полчаса, в общем-то, окунуться в ту странную жизнь, в которой находился наш герой. Я хочу сказать, что здесь малая часть того, что мы могли бы показать. Все-таки мы ограничены в пространстве, но то, что мы показали, мы показали это смачно и показали это, мне кажется, очень со вкусом. То есть можно ощутить тот вкус того времени и той страны, где Аркадий, наверное, находился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова